Есть люди с богатой, насыщенной большими событиями биографии. Их имена на слуху, рассказы о них не сходят со страниц газет и экранов телевизоров. А есть те, кто известен лишь в узких кругах. Хотя их труд кормит не одну тысячу человек. Сегодня в Игровестнике люди дела. Знакомимся с сельхозпроизводителями, отдавшим всю жизнь работе на земле и обеспечивающих нас с вами полезными и вкусными продуктами. Доброе утро! Всем известно, заслуженные артисты, врачи, учителя или мастера спорта. В сельском хозяйстве такое звание тоже есть. В Тульской области за последние 20 лет чуть больше сотни работников этой отрасли получили звание заслуженного. Накануне этот список пополнило имя главы крестьянско-фермерского хозяйства Узловского района Петра Казаченко. Встретившись с ним, начинаешь верить, что родная земля действительно может наполнять человека энергией и жизненной силой. Заслуженный работник сельского хозяйства живет в центре своих полей на юге Узловского района. Его дом – самое настоящее сердце сельхозпредприятия. Сейчас с двумя тысячами гектара управляется 13 работников и Петр Казаченко с супругой. Мы вместе 50 лет, поэтому тыл самый надежный. И вот моя супруга Нина Егоровна, мы начали с ней с детского сада знакомство. Результат союза – две дочери, три внучки и внук. Трудно поверить, но этому бодрому, улыбчивому и крепкому мужчине 70. Награда стала прекрасным подарком к юбилею. Вообще-то я вырос в семье учителей, врачей и поступал в военно-медицинскую, поэтому начиналось, так сказать, мечты были врачом. Потом не получилось, вот, начал учиться в институте, закончил его. Ну и ничуть не жалею, вот, стало получаться. Я рано начал работать председателем колхоза, вот, мне было 28 лет. Где родился, там и пригодился. Это точно Петре Петровича. Своей малой родине не изменил и в трудные 90-е. Оставив председательство, в успешно развивающемся колхозе создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, став на этом поприще одним из первых не только в области, но и в России. Сейчас выращивают рапс, горох и зерновые. Это продовольственное зерно. Вот это конкретно пшеница третьего класса с хорошим, высоким содержанием клейковины. Мы работаем с институтом, с Немчиновкой и озимой пшеницей. Берем там и такой элитный материал, выращиваем, испытываем, какой лучше, и потом оставляем себе. Когда были засушливые вот эти три года, у нас урожайность ниже 30 центнеров не опускалась. А рекордная у нас урожайность была, ну, с одними, скажем, 110 гектаров давала 92 центнеры. Вот так в сотрудничестве с наукой работают дружным коллективом. Многие трудятся здесь с момента основания крестьянско-фермерского хозяйства. Рабочий, всем помогает. Конечно, требуется, должно быть, постоянно, строгий. Замечательные, какие слова подобрать. Сейчас, конечно, много в голову приходит хороших слов. Без борьбы нет побед. Этот девиз Петр Казаченко произносил не раз. Несколько лет назад падение с лошади буквально приковало его к постели. Но любовь к жизни и движению оказалась сильнее. Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство Казаченко в числе лучших. Для души небольшое подсобное хозяйство и великолепные почтовые голуби. Плюс грандиозные планы – начать выращивать сою и развивать мясное животноводство. Наша следующая героиня, так же, как и Петр Казаченко, хотела стать врачом, но судьба распорядилась по-другому. Правда, белый халат она все-таки носит и людям помогает. Только не лекарствами, а добрым хлебом. Без ложной скромности можно сказать, что производство Балаховского хлебозавода держится на хрупких плечах этой женщины. Любовь Демидова всю жизнь посвятила хлебопечению. Хотя было желание стать врачом. Говорит, так повелел Господь. И мамы, и бабушки пекли. Мы же тоже лечим хорошим хлебом своим людей. Здоровым хлебом. Хлеб – это основа жизни. Не зря ему говорят, что хлеб – всему голова. На хлебозаводе Любовь Николаевна трудится с 80-х. Пришла сюда сразу после окончания Мичуринского технологического техникума. Начинала инженером, теперь директор. Именно при Демидовой прошла основная масса реконструкции завода. Донская казачка, родилась Любовь Николаевна в Воронежской области, сумела сделать завод одним из лучших в области. Сегодня продукцию Балаховчан знают и ждут не только в нашем регионе, но и за его пределами. Когда раньше хлеб стоил намного дешевле, комбикорма хлеба, очень много кормили животных хлебом. Когда хлеб стал чуть в цене повышаться, его стали кушать только люди. То есть норма потребления хлеба уменьшилась намного. И поэтому это требует уже более тщательного введения технологии. Мы перешли на старые способы введения, потому что раньше не хватало времени, не хватало рабочей силы. Ну и тогда не было такой конкуренции, как сейчас. Поэтому мы перешли на старые способы приготовления своих булочных изделий. Это традиционные технологии, которые требуют больших энергозатрат и времени. То есть сегодня хлебушек у нас рождается. Никакой скороспелки. Хлеб, как и ребенка, надо выносить. Хлеба свои, хлебопулочные изделия, и в том числе и мучные кондитерские изделия, мы делаем только по классической технологии. Вот, допустим, данный хлеб, это называется хлеб дворянский элитный, он очень полезный. Тут идет все только натуральное сырье. Мука, семена, кунжута, подсолнечника. Идет солод натуральный, мы его завариваем сами кипятком. То есть это не готовая смесь. Поэтому такая долгая технология. То есть не быстро, не за час все это делается, как вот на смесях, да, на искусственных. Любовь Николаевна для многих пример и главный вдохновитель завода. Многие рецепты разрабатывают сами. На заводе выросло не одно поколение хлебопеков. У меня мама проработала здесь очень долго времени. После нее вот я уже здесь работаю очень долго. Продукция вот вся наша натуральная. У меня тоже двое детишек, и тоже едят все, что мы приготовим. Уже 80 лет завод выпускает хлеб. Сейчас более 50 номинований продукта. Начиная от традиционного украинского, его доли в производстве почти 50%, и заканчивая вкусными кондитерскими изделиями. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются, говорят, планов громадье. Да и без хлеба никак. Не зря он всему голова. Уехать из города и найти свое призвание в сельском хозяйстве. Так поступили супруги Свериденко. В Олексинском районе фермеры занялись разведением необычных пород животных. К тому же дело для души приносит материальный доход. Покупателям же натурпродукт только на пользу. Это моя красавица, это моя девочка, это моя Афелия. Это любимец Ольги Свериденко. Курочки породы кахетины больше для души. Впрочем, яйца, правда, с фиолетовой скорлупой несут наравне с обычными курами. Бок о бок с рабочей птицей прекрасно уживаются украинская хохлатая тетра-брама. Хозяин же подворью увлечен разведением кроликов. Сам проводит селекцию и занимается рационом для питомцев. Летом траву косим, зимой сено, ну, зерно покупаем у фермеров. Тоже у них свое хозяйство, свои трактора. Вот у них покупаем зерно, размол, этим и кормим. Основным направлением молодого крестьянско-фермерского хозяйства является разведение вьетнамских веслобрюхих свиней. Ставку именно на них супруги сделали неспроста. Чистоплотная, неприхотлива в еде, хороший иммунитет по сравнению с белой породой. За несколько месяцев от корма получается отличное мясо, а сало с Вериденко сами занимаются засолкой и копчением, буквально тает во рту. У нас трое детей, две дочери с детьями и сын. Они каждый выходной приезжают, каждый выходной помощь от них. Вот так дружно всей семьей справляются с большим хозяйством, а с натуральным продуктом к фермерам едут не только жители области, но и москвичи. До рынка продукция не успевают доходить и разбирают на месте. Цены вполне демократичные. Яйца в среднем 80 рублей за десяток, мясо кроликов, свинины, копченое сало 350 за килограмм. Жили в городе, земли было мало, пытались держать хозяйство так, и кроликов, и курейми держали, все. Гусей, все. Да, но земли мало. Вот решили переехать в деревню. Искали, везде ездили, искали места, но лучше этого не нашли. В планах у бывших горожан, нашедших свое призвание в сельском хозяйстве, расширится. Своими средствами это сделает проблематично, все, что могли, уже вложили. Так что теперь большие надежды возлагаются на господдержку в виде гранта. Тогда супруги смогут расширить территорию, увеличить поголовье хозяйства. А это, в свою очередь, позволит обеспечить еще большее количество тульяков настоящими деревенскими яйцами и мясом. Героям нашей сегодняшней программы можно только позавидовать. Они действительно нашли дело для души, да еще и другим приносят пользу. Что ж, давайте тоже не будем сидеть сложа руки. Думаю, у каждого из нас есть свое любимое занятие. И пусть оно пока не стало делом всей жизни. Все впереди. Всего доброго.